Девятого июня Мобильная группа в составе мобильного группы в этом закрытом режимном объекте, то есть за неделю вперед надо подавать, мы еще успеваем. Поэтому, ну вообще желательно на мобильную группу здесь слишком много внимания не уделять, если он берет 50 вверх, он вообще в квартиру проедет, все приедет на 50 вверх, это все протоколируется. Лучше сидеть, наблюдать там, потому что в этот момент, если вы отключитесь, могут произойти различные вопросы. Теперь, в час уехал, уехала вот эта мобильная группа, дальше что делать? Они поехали, все, бюллетени собрали, все уехали, теперь они приехали. Что они делают? Они сразу считают остаток бюллетеней, сколько бюллетеней остались. Сразу объявляют, что на мобильном участвовало 50 человек, проголосовало из них 46 человек, мы привезли, там 5 лишних привезли, получается мы привезли 9 бюллетеней. Вот это все пишите, сколько бюллетеней пришло, сколько пришло, вот это все пишите себе. Теперь, вот эти 9 бюллетеней оставшихся актируют, подлежит к уничтожению. Все, уничтожили эту луну, отставили в сторону. Теперь идет сам процесс голосования. В 8 часов 20.00 сам избирательный процесс заканчивается. Но, если на избирательном участке в этот момент входят избиратели, то он дождается момента, пока они полностью проголосуют. Ну, 5-10 минут, все, пойдет время. Процент избирательной комиссии, член избирательной комиссии заводит до конца весь избирательный процесс с людьми, которые находятся там, и все, избирательный процесс останавливается. Дальше. Согласно законодательства Республики Казахстан, здесь выработана четкая тактика. После завершения подачи голосов, сразу идет подсчет. То есть, сразу подсчет. Не то, раньше, допустим, было там, берут голосование, было через 3-4 часа, там идет член избирательный комиссии, там он уезжает, какой-то теремят, если порой упадает, там мужа накормлю, там или съезжу, давайте устали, через 3-4 часа давай начнем подсчет, раньше так было. Нет. Сейчас идет этот сам подсчет голосов сразу после завершения избирательный выбор. по нормам по нормам по нормам вообще она длится вот этот сам подчеркнулся предусмотрена только 12 часов но так как они сидят 6 утра 6 утра то получается что как бы они устают и поэтому они постарались позже теперь как она идет подсчет голосов здесь смотрите порядок первую очередь здесь ставится стол вас наблюдатели вызывает играть не так у вас и такое расстояние поближе и так и согласно законодательства вы имеете делать видео и аудиофиксацию там сразу включаете камеры здесь согласно статьи 43 закона выбора избирательной комиссии и счетная комиссия которая так считает обязан обязан при подсчете голосов кого или иного кандидата оказывать вам людей первую часть здесь процедура голосования как идет по порядку сначала идет подсчет мобильный уровень вот это внимание то есть сначала у нас мобильный уровень который выезжал на час и его высыпаем и теперь начинает по бюллетеням раскладывать то есть здесь один человек сидит из рядом по месте вам показать бюллетень у нас появится по самку допустим да видно же по самку его в определенную столбку зажим а после по каи в определенную столбку зажим и так же все это подсчитывается есть испорченные бюллетени она в общих чертах и отдельных банках что такие испорченные бюллетени это если на бюллетени на бюллетени отмечены все они на 2 если на бюллетени допустим написали незаконник голосующие потом если на бюллетени отсутствует подпись член избирательной комиссии это уже нарушение так считается не действительным если бюллетени перечеркнуты это считается не действительным и бывают такие случаи этот вопрос мы рассматривали в этот раз допустим некоторые пищу пишут там что я а нет вот этот вопрос мы задали в этот раз и сказали да это будет ли я не человека иногда бывает такие моменты допустим то край стоит что делается по количеству кто присутствует здесь идется голосовать теперь эту урну посчитали мобильную что дальше делать составляет протокол астана все это делать убирать дальше идет процесс самого всех основной вот он уже так высыпает начинает по стопочным асфальт здесь обязательно учтите статья 43 закона вам должны все присутствующие должны показать в бюллетени за кого проголосовать раньше как бы раньше стопка так раз по стопкам ложат и выборочно вытаскивали показали вот действительно ли он раза три вытаскивается этой стопки раньше вот так было а сейчас обязательно показывает вам за кого проголосовать и вложат в эту стопку вот эти моменты надо снимать каждый бюллетень но киргизии допустим киргизии берут вот этот бюллетень там допустим наска стоит каждая фамилия там вообще сложнее и бюллетень показывает каждому должен идти потом идет матчет других дизактов попалочек но у нас в Казахстане показывает может по стопкам потом эти стопки считается все те оставшиеся бюллетени тоже те оставшиеся бюллетени тоже просчитали и уничтожили при вас выничтожили которые не продаются теперь у нас 7 кандидатов 7 стопок 8 стопка это не действительный все это считается теперь сам процесс составления протокол обратим на это внимание больше протокол составляется одной только ручкой синие пасты не должно быть ни красный ни черный и франкаш ничего только синие пасты теперь он заполняется председателем и здесь если он вдруг заполняет вдруг паста закончилась в этот момент восстанавливаете его он должен заново составлять протокол в одной ручке то есть синие пасты теперь заполнили его в графе за кандидата они пишут сколько человек проголосовало допустим за то самое проголосовало по участку тысяч избирателей он пишет тысячи закон обязывает их рядом написать прописи то есть каждая цифра должна быть написана прописи вот на это внимание теперь протокол заполнили что дальше делать дальше члены избирательной комиссии председатель все ставят свои подписи и заверяет мокрой синие печать вот на это внимание обратите протокол который заверен мокрой синие печать составляется один решается в зале на участке он должен быть как минимум два дня два три дня не меньше двух дней это для того что другие избиратели ознакомились с результатом того участка второй делается ксерокопия и получить от члена избирательной комиссии его подпись и печать избирательного участка вот это сразу протоколируйте нам отправлять начинаем сверяться вот этот протокол очень важен для вас теперь дальше что делать также после составления протокола вот эти бюллетени собираются собираются вы имеете право сопроводить полностью и плюс участвовать в акте передачи то есть территориальные комиссии составляет акт о том что получили с этого участка столько-то бюллетеней столько-то протокол и составляется акт нижний вы можете участвовать в этом процессе и снимать обвинения все ваша миссия на этом закончена но сейчас будем останавливаться на выбросах и всех прочих вариантах и также в ходе голосования вы введете подсчет избирателей у себя на бумаге то есть вы пишете 1,2,3,4,5,6 да? ну это очень удобно для вас рекомендации то есть из своего опыта обычно некоторые ставят звездочки по 5 это по 5 избирателей то есть 1,2,3,4,5 то есть 1 звездочка 5 избирателей 2 звездочка 5 избирателей но это тоже сложно, да? но я рекомендую квадратик то есть это как? 1 из 1 наблюдатель 1 из 1 наблюдатель 1 избиратель занят берете по порядку 2 избиратель 3 избиратель 4 избиратель 5 избиратель 6 7 8 9 10 то есть у вас получился конвертик 10 избирателей и там тысяч человек пришли сколько получится у нас? 100 конвертиков и вам отчитать даже меньше надо если конвертик в конце заканчивается 1,2 пошли вот 1,2,3,4 5 6 7 8 9 на этом закончится значит у нас получилось 999 избирателей тогда на участке пришли то есть не завершено вот это самый легкий процесс для вас подсчета избирателей то есть завтра вы даже это все согласовали вы даже даже видите сколько избирателей пришли и вы у себя на бумажках подключаете вот я вам просто рекомендую из своего хорошего опыта чтобы вы пользуетесь вот этим не было так теперь начнем по вопросам и каруселях что такое карусель? ну карусель это когда приходят некоторые власти там кто хочет чтобы это сделать фальсификацию они начинают крутить карусель карусель это когда на избирательный участок привозят на определенное количество избирателей которые не зарегистрировали за этим участком они приезжают здесь проходят вы их замечаете и начинают большево опорминать по гостям в этот момент что надо делать? обычно на избирательном участке заметно то есть людей увеличивается там начинается суета в этот момент из своего опыта я могу сказать ну что вы можете здесь как его преодолеть? ну как вот это все предотратить? для этого вы можете обратиться к председателю и сказателю давайте посмотрим я что-то сомневаюсь что он здесь председатель может так вежливо упорю председатель обязан вам показать его стабильни то есть показать поступить все это уже карусель теперь какие виды каруселя когда члены избирательной комиссии вместо 1 5 6 9 раньше допустим иностранных государств мы думаем наш институт будет к этому подведен скоро на этой урне когда голосование идет стояла обычная избирательная наблюдатель стоит за границей закрывает этот бухну человек приходит сюда выбрасывает он смотрит один бюллетик открывает выбрасывает и закрывает в других местах так но у нас это еще не доросло до этого мы думаем что он будет к этому а у нас могут 2-3-5 бюллетиков поэтому за этим нужно закинуть один бюллетик теперь какие вбросы при выбрасывании они начинают вас отвлекать они начинают вот эти всякие карусины постараются бросить бюллетени за определенного кандидата вот в этот момент надо быть более осторожным более чувствительным да и смотрели потом потом начнут в служебном в служебном служебном положении начинает и еще один великолепене просто не успеем и у нас посмотрите к психологию смотрите упор на глаза комиссии здесь хотя бы 151 я хочу сказать обязательно распечатать не предусматривать за фальсификацию всех людей здесь уголовная ответственность до четырех лет обязательно